28 позерника, 2024 год, Харикадхашри Вашнавдас Бабджи Махараш, святыня Шри Шри Рада Гопинат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 То приклянце было, как служба. Те приклянство Риши послужили Рамачандре. Бо, когда малпы дотекали камень и рвали до воды, камень заставало на поверхности и не занужалося до воды. Поэтому так тоже бывает. Но тут Лила немного другая. Ирина Шукадева выясняла. Товарищи Налакувары и Манегрибы, Налакувары и Манегрибы, то были сынови Куверы, а Кувера, то сын Махадева. Они были очень думаны, что их отец был очень богат. Они были такие пьяны от своей молодости, от богатства. Мели много прагнений и были целый час зенепокоены. Им не старчало мудрости. И поэтому они были подобны слепым. Как бы слепы. И они тоже имели много богатства, силы. Даже в материальном мире мы можем observать, что если человек достает большие деньги и такой вплыв, то он начинает заховывать себя как животное. Хотя они были девами, то начали заховывать себя как животное. Кто может сделать из девов свежето? Богатство может, материальные прагнения, невостаточная мудрость. Из-за своих материальных прагнений те девы были как бы шалоны. Как нам исполнить те прагнения? Они взяли все, что доброе из этого света, доброе, чтобы выполнить свои прагнения. И говорили, что это доброе, это красивое, это еще лучше, это еще лучше. И все, и все, и все, и все прагнения, они не смешали. Они спецыровали, так подружили по целому свете, чтобы знали что-то доброе. Это могут быть какие-то потравы, какие-то дома. И такие люди, как Нолоковары и Менегрибы, они хотят целый час больше, больше, больше. Думаю, что творца дал им прагнение, но не сделал какую-то вещь, которая может выполнить это прагнение. И поэтому они целый час как бы были такие, как глотные. Они были молодые, имели много силы, много прагнений. И целый час они не видели, как почувствовать счастье. Это натурально для богатых и молодых людей. Сыновик у веры, Нолоковары и Менегриба. Они дошли до... Дяки своему молодости, богатства, и что еще были такие родины Махадева, они чули очень силы и были очень, очень думы. И для них гура Кайлаш то выдавался zwyклей какой-то такой пыль или немного пиаска. Цау планету выдавался как пыль. Все выдавалось несмачным, пустым. Так они жили свое жизнь мыслим, что могут делать, что хотят. И целое жизнь только они только пили, цесили себя, шукали что-то лучше, лучше, чтобы цесить себя. Они думали, что все, что есть доброе в этом мире, то есть все для них. В этот способ братья начали мешкать. Все способы они мешкали, собежали, не шиновали. Наверное, Кайлаш. Это такие места Махадева, места спокою. Если путь дети, на Кайлаш, что започатся, что это место, Риши, Муни, место, где появляется Ганга, Сарасвати, Ямуна, место, где мы датуем Муни и Риши, и где мешкаем Махадев и Махадеви. Дуже там водоспадов, такие очень спокойные места, но когда богатые люди приходят до этого места, они выбирают такие красивые места. Они купуют там ласы очень красивые и это все так нишут. Купают хорошие земли, строят какие-то будинки. Смотрите, как в Джаганатхапуре. В этот самый способ из-за своей думы молодости, богатства они не шановали Кайлаш. то место Шивы оно выполнено спокоем и тишем. На угури снег и то место называется Хималайи. ЗВОСОВ Махадэва текне поток Ганги. То такая ясная такая она ясна. Скайлаши текне теж поток Мандакини. Некайлаши тысячи джевов, лиан, квятов разных. Ласка и Лаша очень чудовная. И там текне Мандакини и Ганга и идем в ду. Такая натуральная такая натуральная натуральная пенькно Кайлаша. Серце, которое полно есть там огоной выполняется сад огоном, кто видит то пенькно. Но те братья были молодые, богатство много, в сердце было много материальных прагния. Те прагния никогда не смешались, а наоборот звенькшались, когда они увидели пенькно Кайлаша и в чистых ласах Кайлаша, которые належат до Махадевы, там братья начали споткаться с чудовными Абсарами. Они разом пили и спрятали свой час в этот способ. И своим захованием они заничищили то чистое место. Они выпили напой Воронии. Тен напой появился в часе, когда демоны и дивовий оцеан так убили. Зараз пахтали. Пахтали. Они были пьяны, оттего их очи были червоне, они начали смеяться, они танцыли, спевали, те братья разом с Веласини Абсарами. Специровали в огрудах квиотов, на кайласе дуже, ружных, калпаврикшка, калпалата. И за их захование то чисто место стало заничищенным. И тут братья подшедли з слонихом. Слонихом? З кобетом слоня. И когда слонь, он так преливал воду на иных слонях. Слони, на иных слонях. Подобно тому братья начали грать в водах ганги. Они смяли, кричали. И тут пришел Девершинарда. Он граў на вине и запрэм его голос држаў, когда он спевал. Спевал. Он шедл по брегу ганги. ганга плыни с гури. И он хотел дойсть до Махадева, до его дома, по брегу ганги. На лакувар и манигрива грали в воду ганги и робили много такого звенька. Гвозьно было. Робили гвозьно. из-за этого халасу они нават не услышали как спевал Нарда Муни. Спевал его. Киде мешканцы Кайласу слушали Нарда Муни, они всцы чули такую экстазу. Вдальше, что так вски таки были како мешканцы были замрожены, когда слышали спев Нарады. Тели Мадури было в этом спеву. Али те братья они выпили Варуни и были пьяни и не слышали спев Нарады Муни. Умисль человека, он не может все прийти и братья контуировали грать в воде, кричать и так делать много двеньков разных. Но тем часом Абсары, которые играли с Нарады и Манегри они услышали спев Нарады Муни и затримали себя. Они видели, кто есть Нарады Муни и они шибко вышли из воды и взяли свое убранье, так прикрывали свое тело. Не хотели так показывать, что не шануют Риши. Видели, что если не будет шановать Риши, то можно достать приклее. И они в страху шибко вышли из воды и прикрыли свое тело. И сховали за джевами, кто за каменьем, кто за шакем сховался из них, из этих Абсар. А братья, которые были пьяны, даже когда они услышали, что пришел народ, они не затримали свои игры. Они играли, были на голасах, крышечили, какой-то хаус сделали. И даже как довелись, что народ пришел. А когда Абсары сховали себя, они убрали, убрали и так сховали свои твари за убранем, сховали себя за джевами. Али что сделали, они стали на брегу ганги и начали воулать Абсар с повротом. И так гвоси кричали, почему вы отсюда идите с повротом, давайте тут. Девершинарда был перед ними, но они даже не увидели его. Абсары своим взрослым хотели сказать, Рисы пришел, шибко сделайте поклон, идите до воды, поклоньтесь и сховайтесь в воде. Али брати, они кричали и воали Абсар с повротом. В этот момент народ Дариши тоже не зубрала, что сидит в коло него. Так был занужен до сладких лил хари. Он грау на вине и спевал, али кеды Налакувара и Менегриева были докладно перед ним и он услышал, как они кричали, народа муни ласкаво попачивал на них. В очах бахты znajduется према и крипа тоже ласка. Поэтому если вы навет так ктось вас взлапал, если вы увидели ласкавый взрок бахты, то уже достали крипы, ласка. Яко Нитянанда право. На всех, на кого он жутил свой взрок, он достал крипы. Поэтому мы говорим, что очи это сидит Ананды. Очи Шри Гуру Дэви обдажаем трансцензентальным спокоем. То есть сиди спокоем. Очи Гуру Дэва. Очи Гуру и Ваишнавов то как такие промения, троха зимные промения Ксенжица. Ален Манегрива и Налакувара не подшили на бахты с таким шацунком. Не шановали его. Як в лесе, когда зимно и темно, люди робят такое огниско и там сподзаем целую ночь около этого огниска, ведом что жадные звежэнта и венжи не прийдут, когда есть огонь. Когда есть огонь, то нема темно и нема зимно. Так и бахта. Як взрацайте себя до бахты, если бахта около нас, то мы можем так с уверенностью говорить, что мы стоим около огниска, что не будет ни страху, ни зимно, ни темно. Такие бахты находятся около нас или когда встает солнце, не остается темно и страху. В тот самый способ, если кто-то в своем жизни один раз spotка бахты, то он достал новое житие. Дяки ласцам и бахтов, жизнь полностью изменяется и человек достает новое житие, новое расе. И тут девершинарда, он попачал на двух братья с рокем, который был выполнен премом. От глостных криков братья девершинарда вертия до своей святомости и ласкаво попачал на них. Кто тут кричал? Тут на брегу в Мандакине. Тут на Кайласу, где есть всегда тихо и спокойно. В этом месте выжить И народ увидел сынов на лепшем из бахтов Махадева к вере. Он увидел, что братья вполне странили встыд, были пьяны, были думны и заховывали себя как живот даже горже чем живот были пьяны от своего богатства и от напоя Варуни. И хотя они сынови девов, дева, але заховывали себя горже чем живот. то они имели много богатства и из этого повода они были очень думны. Как только человек приходит богатство, он сразу заховывает себя как живот. Конечно, не все богатые люди так себя заховывают. Бедный человек тоже, если достанет денег, может так начать себя заховывать из-за того, что они были пьяны, они не сыновали не только святое место, но и великое богатство. Если у кого-то не нет богатства, то он не будет купить себе вино. Если не нет денег, не может купить вина. Если не нет денег, он не будет думный себе. Главная причина думы в этом свете это богатство. Забачив это неправильное состояние, народ не стал злым. Так, понятно, братья не сделали ему поклон. Они стали на наги, но народ не не почув что его образили. Богат не смотрит на это все. Потому что богат они всегда чувствуют нектар латусовый ступ хари. Они живут в ином свете. Никогда не думают о этом свете. Они погружены в ином седзибе, седзибе ананды. дзибе. Поэтому кто их шанует, кто их образжа, они не смотрят на это. Однако они всегда думают о таком добре всех жив. Они всегда думают как охранить все живи, как их так уротовать, как уротовать все живи. И так на правде ласка то не гнев, а ласка появилась в сердце народа муни. Когда богат видят, на или мы упадали, на или мы сведзоны, то кто они так нас так им нам их нам шкода и для того они дают нам свою ласку. Когда Ваишнава такур zobaczy, как я терпи, он в тот самый момент да мне возможность осуществить Кришны и служить ему. Это возможно только дяки его ласки, ласки бакты. Это есть способ, как достоин ласки. Народом у них сейчас начал мыслить, как я могу их уротовать. Они так очень низко упали. Я могу их уротовать только через приключение. Как они могут оставить пить варуни и быть пьяны из богатства. хрида сакур и махапарабу они тоже дали такую самую ласку. И все товарищи их тоже. Вши богатовые они обдаржают свою ласку. Могут дать ласку через приклеенство, а могут через какой-то дар. Если они смотрят, что нужно указать кого-то, то они дают кару. А если можно милосием уротовать этого человека, то они дают нам милоси. Они видят, что мы потребуем на лучше. Для бахты этот свят он как фильм, они в гуле не такие свят их в гуле не интересует. Единое, о чем они мыслим, как уротовать этих всех жив. И так народа Муни сейчас мыслил, как уротовать Налоковары и Менегриви, или их отец был бактом Махадэви. Так в сердце народа Муни появилась ласка. И он понимал, что только ласку можно дать им только за помощью приклества, а не милости. Только таким каром. Маха Прабу оповида, как народа Муни дает свою ласку в разные способы. Деньги кар может укарать, а может дать милость. И тут он дать им приклество. Это не кара, так кажется. И он не чувствовал гневу, он только хотел, чтобы они достали ласку. Деньги, Маха Прабу, и утром снова встретимся для Харикатхи. Харикатхи. Харикатхи.